Здесь плывет израильтянка Анастасия Горбенко. Не можем не упомянуть о молдавской команде Татьяна Чеса. Дорожка номер 6, 95-го года рождения. Молдавская сборная все активнее последние годы на международной арене. Видно, плохие времена уже прошли. Итак, второй заплыв. По-прежнему волнуемся по поводу результатов, которые будут показаны. Потому что для Наташи Иванеевой и Виталины Симоновой может оказаться не очень легкой задачей пробиться в финал. Ну а предварительно еще и в полуфинал. Напомню, 16 сильнейших результатов. Никто их не отменял. Соперники очень титулованные, мастеровитые. И мы прекрасно помним, что в Брасе, ну за исключением, наверное, последних двух-трех лет, когда именно на 100-метровке Брасом три лишь человека между собой соперничают за победу. Ну иногда четыре. То есть это Юлия Инфимова, Рута Милютити и две американки. Лили Кинг. Ну достаточно. Вот три-четыре человека бьются за победу. Но вот за попадание в финал здесь буквально стоит целый ряд девчонок, которые могут, хотят и умеют. Здесь очень плотные результаты. Я тем временем смотрю, как на старт выходит уже третий заплыв. Виталина и Наташа вышли на старт. Обе сконцентрированы, очень настроенные. Обе прекрасно понимают, что уже сейчас утром купаться не придется. Напомню, что у Наташи в этом сезоне уже был результат, по-моему, 1-6. Что касается Виталины, то я не помню ее ярких выступлений на 100-метровке. Но победа над Юлией Инфимовой на 200, безусловно, не может жиждиться на слабом результате 100-метровки. Поэтому у нас есть все шансы переживать, болеть и надеяться. Вновь предварительный заплыв и вновь результат из 1-9. 1-8-99 у Джессики Эриксон из команды Швеции. Ну и, наконец, начинается...